Сенатор Джеймс Инхов явно рассчитывал на вау-эффект. Сравнив ополченцев и Россию с боевиками ИГИЛ, он дал команду к началу заготовленного трюка. Покажи-ка сначала штуку с танками. Это танки Т-72. Путин продолжает говорить, что российских войск на Украине среди повстанцев нет. Но вот они. Фото мы их привезли с собой. Колонны российских танков выстрелились на территорию Украины. Это неопровержимые доказательства, восклицал Инхов. Но зрение сенатора Ястреба явно подвело, равно как и память. Все, фальшивка. Интернет-пользователи быстро нашли в поисковиках, что два продемонстрированных в Сенате снимка сделаны еще в 2008 году на границе с Южной Осетией. На третьем снимке Украина. Но запечатлены не военные, а ополченцы. В общем, номер с треском провалился. Автор, разумеется, расстроился. Тем горше, что эту липу ему подсунула в ноябре представительная украинская делегация, в которую входили депутаты Верховной Рады, командоры Семен Семенченко, Юрий Береза и Андрей Тетирук. Представители украинского парламента, передавшие нам эти фото в распечатанном виде, как будто прямо с камеры, оказали себе медвежью услугу. Я был в ярости, когда узнал, что одна из фотографий была подделана с использованием фото агентства Associated Press, сделанного в 2008 году. Тем не менее, Джеймс Инхов явно хочет получить из Украины фотографии с американским оружием. Он один из авторов законопроекта о поставках Киеву летальной военной помощи. Мнение на этот счет сенатор не поменял, несмотря на конфуз со снимками. О наличии доказательств говорила и Джен Псаки, но ничего, кроме претензий, не предъявила. Минские соглашения в Госдепе осторожно поприветствовали, но в возможных нарушениях заранее и автоматически обвинили Россию. Вот это, конечно, реже слух. Всю ответственность за осуществление минских договоренностей вдруг выкладывают на Россию. Это не очень серьезный подход, потому что он, скорее, популистский, нежели субстантивный. Тем более, с учетом истории невыполнения, если хотите, предыдущих минских договоренностей. Самое главное – это прекращение огня. И это главное, что не было выполнено с украинской стороны. В нормандском формате США не участвуют, что вызвало у американских журналистов немало вопросов. Мол, не оставили ли Вашингтон за бортом? Не договорятся ли за спиной у Америки? Это был бы идеальный вариант, отмечает бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГаверн. Но в реальности Киев полностью зависит от позиции Белого дома. Главный вопрос – скажет ли Обама своей марионетке Порошенко, а тут уж надо называть вещи своими именами. В Киеве марионеточное правительство. Так вот, если Обама скажет – послушай, все кончено, не посылай солдат, нужно прекратить огонь. Вот тогда установится перемирие. И я надеюсь, что Обама наберется мужества, чтобы сделать это и отказаться от идей поставок оружия по многим причинам. В том числе, потому что Меркель, Аллант и большинство европейцев против. Им не по душе мысль, что в Европе может начаться война. А европейцы, в отличие от американцев, знают, что это такое. А за этот год европейцы еще узнали, что санкции – обоюдоострое оружие. От санкционной активности, продвигаемой США, ЕС несет потери. Сила, но и слабость западных санкций в их синхронности между Вашингтоном и Брюсселем. Однако американцы почти ничего не теряют. А европейцы, по оценке российского постпреда в ЕС, уже не досчитались 20 миллиардов евро. И такое положение вещей их устраивает все меньше. Теперь же с появлением минских договоренностей этот неравный санкционный союз подвергнется новым испытаниям. Так, в Брюсселе вопрос поставок оружия Украине посчитали закрытым. Однако в Вашингтоне он остается одним из главных в текущей геополитической повестке. Неделя, США.